А вы подвиньтесь сюда, потому что там у нас... Давайте стремиться стол. Все отрываются до недолго. Вот, двигайтесь сюда, со мной. Вот это на каждую семью по одному. А так откройте, где картиночки. Так, смотрите внимательно. И внимательно, так, наклонились. Тише, тише, тише. Тихо. И смотрим сюда ко мне. Мы уже открыли картинки. Смотрите, какие замечательные. Не шевелимся. Хорошо. Так, еще сюда. Посмотрите, что у меня батарейка. Батарейка. Не фотографируй, да? Успела. Успели один раз хотя бы? Успела. Все. Дети, это очень нужно, потому что мне... Нам подарили. И это надо вообще. Давайте, смотрите, какие они блестящие. На каждом селе по одной книге. Сколько труда было в этих... Чтобы создать, продумать рисунки, все-все-все оформить. Это очень дорогие книги вот такие вот. Мой фотоаппарат подайте сюда потихоньку. Вон фотоаппарат. Аккуратно. Снизу здесь же. Спасибо. Все, садись. Не надо разговаривать. Уходите. За руки. Вы же хотели одобреть, что-то с ним еще позаниматься. Может, позанимаете? Вот каждый раз дайте себе бумажку. Просто вот так вот делайте. Вот, вот, вот. Так, перешли еще. Да, 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 несколько. Вот смотрите, вот такие вот нарисуйте, пожалуйста. Каждый нарисует из вас. Что это значит? Мы сейчас будем продолжать тему о доброте говорить. И вот это лицо, обратите внимание, что это значит. Вот почему он имеет вот такое, чтобы вы знали. А этот вид о чем говорит? Ну-ка. Первый? Что это значит? Вот первый. Грус и смайлик. Так. Еще, как можно сказать? Обида, да? Обиделся, рассердился. А это о чем говорит? Веселый. А что вы можете еще придумать? Когда человек... О задачи. Когда человек вот к другому увидел он, что другой человек, может быть нищий, оборванный такой, нечего есть у него голодный. Как вы отнесетесь к такому человеку? Вы отдаетесь безгливостью и ничего ему ни в чем не поможете? Или же вы окажете какое-то сострадание к этому человеку? Да. Так, да? Хорошо. А если человек вот... В школе у вас бывает такое, что дети такие, что они чем-то огорчены? А вот бывают дети, у которых нет мамы или папы, да? Сиротки. К сиротам как бы вы отнеслись? Тоже проявили сострадание, да, дети? Так, сейчас мы о доброте, дети, еще раз послушаем. И доброта, который неоднократно призывает нас Библия, это черта характера, очень близкая к состраданию и уважению. Добрый человек стремится найти способ помочь окружающим, проявляет к ним щедрость и заботу. Такой человек вежливо и почтительно разговаривает с людьми и относится к ним с уважением. Уважение – это основа доброты. Добрый человек ценит людей и считает их чувства такими же важными, как и свои собственные. Ему хотелось бы, чтобы люди к нему были добрыми, поэтому он решает быть добрым ко всем. Иисус выразил это такими словами. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея 7.12. Повторили. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Еще раз повторили. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Отлично. В жизни пример. Кто может привести какой? Были у вас такие случаи, как... Ну, чтобы кто-то в чём-то нуждался, а вы ему помогли, оказали свои услуги. Это вспомним. В школе, дома или на улице, когда вы играете с кем-то. Так, были такие случаи? Они скромные, не хотят расстраиваться. Забыли случай всем. Ну-ка, давайте, расскажите хотя бы один такой интересный случай, чтобы другим... Самый простой у одноклассника, это ручки или карандаша, и вы поделились своими. Так, хорошо. Ещё что? Более серьёзно были такие у вас моменты? Это гордок для учебников. Насчёт учебников тоже хорошо. Ну, а были такие, чтобы вы пришли к маме. Мама, вот этот человек, он очень или голоден, или нуждается там в одежде, или ещё в чём-то. Вот этот человек, у которого мамы нет, он сиротка. С мамой поговорили, мама говорит, ну хорошо, ты вот поделись этим. У тебя две одежды, ты одну вот какую-нибудь кофточку мы отдадим ему. Или пальто, или платочек, или ещё что-нибудь. Были такие тоже моменты, да? Ещё не было. Но всё равно мама. Мамы, все эти чёрки нагребают и относят. Но зато мама нагребает. У детей разрешение, они спрашивают вещи сразу. Да, вот видите как. Конечно. Но вы это видите, что мама тоже самая занимается добрыми делами такими. Это для вас будет пример. Так же, как другие черты характера, наша доброта проверяется в тяжёлое для нас время. Иногда, когда мы плохо себя чувствуем, или нас одолевает беспокойство, мы можем стать грубыми и злыми, думая только о себе и забывая о нуждах и чувствах окружающих. Но если мы будем помнить о том, что дал нам Бог, это поможет нам быть добрыми. Библия говорит «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5.18 «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам 5.18 1 Фессалоникийцам 5.18 Ещё раз повторим. «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Пусть примеры приведут, за что благодарить можно. Так, давайте. За что вы благодарите? Ну-ка. Нет, дети, вы просто на себя посмотрите, что дал вам Бог. Что вот вечером на молитве? Одежду, а вам Бог даёт что ещё? Всё. Жизнь. Так, ещё что? Мама с папой есть у каждого, да? Дом есть, где вы живёте? Так. Так, пища у вас есть? Вы не голодны? Ну, Лера, скажи, за что ты вечером молишься Богу, за что ты его благодаришь? За всё. За всё. За день. За день, который прошёл, хороший за день, благодарим. А утром за что благодарим? За ночь. За ночь, что хорошо поспали, что ничего ночью не случилось, ни землетрясения, ни пожаров. Ну, вспоминать, вы же все молитвы всё знаете, не стесняйтесь. Дети. Не сказали за всё. За всё. А по конкретно? Конкретно, да, нужно называть. Дети, а вы же знаете о том, вам, дорогие, тоже говорят, наверное, что происходит сейчас в некоторых местах такие войны, война, землетрясения. И дети страдают, не только взрослые, но и дети страдают, их убивают или голодные. Вот даже на Украине сколько случаев было, моментов, когда они в подвалы перешли, в сырости находятся, в холоде. У них даже поесть нечего. И в то, в чём они, в какой одежде выбежали, в такой и находятся. И в тяжёлых обстоятельствах они находятся. Мы должны за них что? Мы помочь не можем физически, но только что мы должны пред Богом принести? Помолиться. Вот умница. Правильно. Помолиться о таких людях. Чтобы им Господь помог во всём, да? И благодарить Господа, что у вас всё хорошо. А у вас как? Нас Господь ещё хранит. Да, нас Господь ещё хранит. Всё-то у нас ещё есть. И мы должны за всё всегда благодарить Бога. За то, что... Посмотрите, какие глазки, ротик, носик, ручки, ножки. Всё-то у вас целенькое. Всё у вас есть. И одеть, и что и поесть. Всё у вас есть, мои хорошие. Так что благодарить за всё нужно. И делиться за всё. Всем, что у вас есть, делиться с другими, если где-то встретите нуждающегося человека. Но не быть таким жестоким, жадным, скупым. А ещё хуже того, если... Вот есть злые такие люди, они такие мстительные. А если кто-то вас обидел, как вы должны к такому человеку относиться? То же самое обидеть его, подойти, ударить или ещё что-то. Ах, такое. Или плохими словами назвать. Или как вы должны? Как нас Библия учит? Такому человеку сделать добро, наоборот. Добром поделиться. Что-то ему сделать такое доброе, чтобы он помнил, что... И совесть у него пробудится. Скажут, я-то ему такое зло сделал. А он мне добром отплатил. Вот в притче там тоже сказано, как... Женщине он пришёл и помойное ведро перед дверью подставил, да, перед дверьми. А она ему полное ведро яблок набрала и отдала, принесла. Ах, он говорит, вот это да. Я ей хотел зло сделать, а она мне добром отплатила. И он потом то же самое пробудился и тоже ей сделал добро. То есть то, что нужно было, он приготовил для неё. Значит, всегда во всём, ко всем быть щедрым, добрым, уважительным, внимательным к каждому человеку в этой жизни. В Библии какие нас примеры учат? Вот история из Библии. В Новом Завете, если мы вот сейчас... Про Тавифу кто читал, а? Дома мамы читали же, вам тоже, наверное, а? Про Тавифу какая была? Да, конечно, вы уже знаете. Девочка Тавифа. Девочка была Тавифа, которая много очень добрых дел делала. И вдруг что случилось с ней? Она... Умерла. Умерла. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь об этом? Пришёл в тот город апостол Павел и увидел, что там люди все печальные. И спросил, что случилось. Они ему объяснили, Тавифа, говорят, умерла. А Тавифа означает серна, если не ошибаюсь. Какой? Серна. Животное такое. Да, да. И он пришёл в дом Тавифы, что-то сказал, я не помню, что он сказал. Помолился, кажется, и она ожила, воскресла. Я помню, что он сказал. Какие вы были? Я помню. Так, пожалуйста. Он сказал просто, что девочка у меня не настала. Кто это сказал? Иисус Христос. Говори громче. Вот эта маленькая девочка всё правильно сказала. Так, пожалуйста, ещё раз повтори. Громче скажи, что Иисус Христос сказал что? Он сказал, что девочка у меня настала. Во как. И дайте ей есть, он сказал, да? И этим самым успокоил он всех. Дети, вот у нас есть ещё рассказ о сострадании какой. О саморенении мы когда читаем. Вы читали о саморенении, да? Что произошло? Ну-ка, кто помнит? Кто помнит? Мы же с вами разбираем. Давайте поговорим. Мы помним, но не хотим рассказать. Когда он шёл в Верихон и избили этого человека. И он лежал окровавленный даже ведь. И что, проходили? Прося, вот знает хорошо. Она подвисит. Ну-ка, Прося, расскажи. Расскажи этот случай, пожалуйста. Давай. Кто бежал, и сначала мимо него прошёл смещенник. Он просто пошёл, посмотрел, пошёл дальше. Так и сделал левит. Но когда подъехал саморенин, ему стало его жалко, он перевязал ему раны, напоил его, посадил на осла, отвёз в гостиницу и заплатил. И сказал, что если не хватит, я потом, когда в следующий раз приеду, доплачу. Молодец, хорошо. Оттолкование вы знаете о чём? Что это значит две лепты? Ой, две лепты. Два динария. Ветхий и Новый Завет. Это об этом говорится. Что когда придёт Христос, то Он воздаст таким людям. Кто проявил такое внимание и сострадание к этому человеку? Кто? Самаренин. Самаренин, правильно. А иудеи с самарянами что? Не общаются. Нельзя было. Но, однако же, Он проявил к нему сострадание, привёз его в гостиницу, помог ему. Вот это тоже самое относится к доброте и состраданию. Дети, на этом мы с вами заканчиваем. Вот посмотрите сейчас картинку мы посмотрите. Посмотрите внимательно. Вот он лежал в таком состоянии. Вот видите на той картинке. Так вот, кто далеко сидит, возьмите, пожалуйста. 174 страница. 174. 174. Смотрите внимательно. Как прошли все на ослике, а он оказал ему, перевязал ему раны. Посмотрите внимательно на этого человека. Положил его на ослика и привёз в гостиницу. Так, пожалуйста. Человек лежит раненый. Вот даже сейчас происходят такие случаи. Человеку стало плохо на улице. Слышите? Стало плохо на улице. Очень часто вот люди болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инсульт случился. Сознание потерял на лавочке или где-то прямо на дорожке. И люди проходят мимо. Думают, ну, наверное, пьяный валяется или ещё что-то. Очень много случаев рассказывают про них и в новостях, и по телевизору. Думают, ну всё, лежит. Ну всё, показала. Лежит какой-то пьяный. И проходят мимо. А человеку помощь нужна. Его срочно. Ему оказать помощь. Он жив останется. А люди проходят мимо. Вот так же, как мимо этого самарянина проходили. А ведь хорошие люди проходили. Уважаемый священник. Левит. И даже не подошли, и помощь ему не оказали. Вот в нашей жизни точно такие же ситуации могут быть, когда человек в какой-то нужде. Ему можно подойти и оказать помощь. Даже сейчас в наше время не надо ждать, что какой-то там разбойники побьют. Просто человек лежит или нуждается, или упадёт. Вот, и подойдут ему руку протянуть, чтобы... Так, вы чем занимаетесь? Что за личики, смайлики рисуете? Извините, а что? Надо о доброте. Да, да, да. А зачем вот так? Это уже не добро. Это уже печально. Это добро. Вот и злой человек печальный, а унылый такой, обидчивый. И он не хочет помочь никому. Да, да. А весёлого тогда нарисуйте. Я и маме. А рядом весёлого поставить. Да, да. Показать. Так, в следующий раз вы запомните эти слова из священного писания, что мы учили в Англии. В следующий раз потом дома вы учите наизусть. Почитайте. О Самарине не прочтите дома. Вот эти книжечки вы возьмёте домой. Эти книги возьмёте домой и будете их читать. А этих книг не будет сегодня на собрании? Нет. Другие? Другие. Это я лично. Всё, ладно. Да, это дарственное. Всё, заберёте сейчас, да. Они сейчас на службу идут. А на службу, значит, вы после службы заберёте. Ну, пусть они лежат здесь. Мы в детскую положим на стол, потом... И нарисуете дома. Нарисуете вот картинку. Возьмёте эти листики домой тоже. И нарисуете что? А, добрым. И что-то подпишите. И подпишите обязательно. Злой, добрый человек. Унылый, печальный, грустный, весёлый. Вот этих нарисуете отдельно. И обязательно подпишите, что значение то или другое. Что это значит? Вот как здесь, смотрите. Здесь вот здесь. Ленивый, трудолюбивый. Порочный, честный человек. И здесь вот прям картиночками идёт сравнение. Ленивый. Ничего не делает. Лежит, загорает, отдыхает. А трудолюбивый башет. Видите? Сравнение какое здесь. Да, вот оба они поженились. Потом подойдёт интересная картинка. Одинаково поженились. Но один, ничего, ни забора нет, ни огорода нет. А другой работает. Один пьянствует, а другой вот Богу молится. Стол у него накрыт, еда есть. И так далее. Посмотрите, очень интересно здесь. Поизучайте. Всё подписано. Это, вот видите, Ксения, вот смотрите, идёт сравнение даже с детства, что помогает, в игры в хороший играет, а порочный человек что делает? Птичкам гнёзда разоряет. Слышите? Никогда в детстве не слышали птичку? Вот я в маме, когда нам всегда говорили, никогда нельзя в гнёзда к птичкам лазить, никогда нельзя разорять. Это же их детки там. Что это вот, даже говорили, прям несчастье в жизни ждут того человека. Так вот нас в детстве пугали даже. Разоряют, да, когда птичка отложит яички, а их достают. Бывают разбивают или гнездо разрушат. А вот порочным людям хочется сделать, посмотреть. А яичко, если потрогать, птичка потом не будет на нём сидеть, высаживать птицов. И будет большая печаль, горе. Всё, гнездо уже не вырастет. Птичка уже не вылупится. Яичко из этого. Всё. Птички, всё, встаем. Ну, книги я вам потом после службы отдам. Я их детку положу. Вы каждую свою бумажку подпишите. Фамилию свою. Это Игнать Ильич Тихо-Челаткин, управляет книги. Вот, посылка. Две посылки, получается. 38 книг. Вот. Управляем также наши визиточки. Вот они. Справа с вами сайт. Там в форум. Там обратно встали. Канал нашего святилебрия. Получаются две посылки. И пакет там с четырьмя книгами ещё. Так. Я ругодил вас визиточки. И вен. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вы же на всякое время и на всякий час. На небесе и на земле. Ислаем и Христе Божии. Долго терпеливее, многомилостивее, много благоутробнее, и живи правильно, любяя грешное, милуяй, и живься за века спасения и обещания ради будущих благ, сам Господи приими и наши в части молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши, святители, соучисти по мышлению, исправи мыслью очисти, и избави нас от всяких скорбь и золоболезней, огради нас святыми Твоими ангелами, Да получениями соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей я слава и яков благословенности во веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приистной во веки веков, аминь, честнейшую Хюрвим и славнейшую без сравнения Серафим, Без исления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тебя величая, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь. Божий, Господи, силы все твари садителю, и же за милосердие и беспрекладные милости Твоей я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спас славы и на спасение рода нашего, и честным Его крестом, ракописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власть тетьми, сам Владыка Человека Лючев. Прими и нас грешные, благодавственные, семь молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить и насыщущих видимых и невидимых прав, пригвозди страху Твоем плоти наше, нюхлони сердец нашей словеса или помышлений лукавствия, но любовью Твоей выязви души нашей до Тебе и всегда.